Нету. Но вот если она, кстати, готова к фотографии, того, о чем мы говорим, то, что говорить бесконечно можно, много, но, наверное, нашим телезрителям будет интересно. Я хочу сказать, что когда начинает меня сравнивать с Сергеем Зверевым, я никогда не обижаюсь, потому что я считаю, что Сережа, безусловно, очень талантливый человек, там, опуская все поведение, там, эпатаж и так далее. Он очень трудолюбивый, очень творческий, и я считаю, что такое сравнение, лично для меня, это гордость. Ну, это интересно. Я считаю, что это нормально, потому что, действительно, он труженик, и для того, чтобы получить то, что он ушел в шоу-бизнес как шоумена, мы его даже и не пытаемся обсуждать. Значит, заметили, что Оксана Полевикова тоже его любимая модель? Да, кстати, мы вот как-то все это не случайно, на самом деле, мы договорили, потому что у нас в стране стилистов, работающих вот в таком режиме, как Вадим, как творческая группа Наталья Кондратьева, как Сережа Зверев работал, как Александр Крашенинников, у нас таких стилистов, вот Руслан Татьянин интересный персонаж появился за последнее время на арене парикмахерского искусства, опять-таки я хочу подчеркнуть искусство. И вот таких людей можно считать по пальцам, потому что многие уходят, простите, время слов с головой и занимаются сначала, в общем-то, после конкурсного движения. Очень мало кто дальше продолжает творческую направленность, творческую линию для этого еще, безусловно, нужна какая-то, помимо творческой жилки, нужна еще какая-то экономическая составляющая, то есть поддержка, допустим, той же фирмы, там, Вэлла, например, или еще какой-то фирмы, за счет чего, в общем-то, человек может продвигаться, создавать новые творческие коллекции, новые интересные варианты. Многие уходят, конечно, просто с головой в бизнес, в общем-то, отходя от всех вот этих вот творческих моментов, хотя потом, как правило, все до одного пытаются вернуться на сцену, а оказывается, уже поезд ушел, оказывается, то, что они делали там пять лет назад, десять лет назад, сегодня уже не актуально и уже не находят такого отклика ни в публике, ни у коллег. И это очень непростой момент, когда человек хочет и развиваться, и зарабатывать, то есть это все-таки, это же еще и ремесло, которое должно кормить. Да, с тобой согласен, да. Искусство не может само по себе существовать вне, скажем там, времени, вне социальных каких-то моментов. И все-таки хотелось бы, вот если у нас готов материал, правда, у меня такое ощущение, что вот у нас готов материал не совсем по Вадиму Райскому, ну и тем не менее, давайте начнем смотреть фотографии какой-то из материалов, сегодня будем комментировать. А, это я, да, это не совсем по Вадиму Райскому. Вот Оксаночка, значит, вот росла вот эта маленькая девочка, которая... А я еще хочу, пока фотографии готовятся, знаешь, что ли, нас помнится? А они уже идут, мы уже комментируем, вот уже идут фотографии нашей будущей топ-модели, Мисс Россия, Мисс Интернешнл и так далее. Это я и мы, Оксана с братом. Вот заметьте, Оксана, пожалуйста, практически не изменилась. Вот как вырастает топ-модели сразу, чтобы была понятна трансформация. Вот так вот первые, так сказать, зачатки творчества. А вот она уже в образе. Вот это уже Вадим Райский. И в финале одного из шоу Вадима Райского. Это было шоу, если я не ошибаюсь... Вотик лакшери. Это тоже образ Вадика. Это мы делали для журнала. Это тоже Вадик. Мы выступали в Сочи для Веллы. И это тоже Вадик. Это самая последняя работа Королева. Вадим Райский выступал и фотографом, и мастеристом. Он выступал в качестве фотографа. Да, причесывал, одевал, фотографировал. Первый опыт мой. Вот такими моделями можно стать, если дети потуже завязывать косички, чтобы в глазах, так сказать, как можно больше были распахнуты навстречу всем свершениям на модельном поблище. Вот она красота спустя, так сказать, годы, на протяжении всех лет. Вот как интересно можно выглядеть, когда есть такие друзья, как Вадим Райский. На самом деле, вот фотографии, которые сейчас демонстрируются, это образы полностью сделанные. И действительно, и даже вот эта фотография, это делал Вадик. Ох, я нашла-то ее. Знаешь, нашла. Чемоданчики. Это мы с Оксаной гуляли по Хельсинки, да, и находили совершенно старинные автомобили, и фотографировались на фоне их. Это шоу в Стамбуле Александра Коршевнинникова. Это тоже Александр Коршевнинников. Октябрь этого года. Это Вадим Райский, это Вэлла. Вот эта необычная красота, вот эта вот стать Оксанина, она, конечно, не отпускает ее с подиума, она не дает возможности ей всецело заняться своей карьерой, скажем, как дизайнера. А вот эта работа, Ириночка, извини, пожалуйста, перебью, это работа Ани Михайлова, это наш тоже очень хороший стилист петербургский. Ты подруга, наверное? Да, наша общая подруга, работа для журнала Ятлай Ревью. Образ Снежной Королевы, поэтому вот так. А вы где одеваетесь? Где одеваетесь? Нет, ну это, конечно, не магазин Снежной Королевы, а просто сам образ. Да, это ничего общего с рекламой магазина не имеет, это именно стилистические образы, которые создают наши вот Вивики, я бы сказала. А вот это последние образы, собственно говоря, «Почему я оказалась шатенкой». Вот здесь ты уже актриса. Это что за сериал? Это не сериал, это документальный исторический фильм. Он для канала РТР снимался. Про миллионера Елисеева, нашего небезызвестного, чей магазин находится на Невском. И кого, простите, у товарища Елисеева? Его вторую жену. Его вторую жену, да. Которую, собственно говоря, вот повела его из семьи и... Цыганка. Ну, не цыганка, цыганка. Это снова Вадим Рейский. Я так понимаю, Вадик, это, наверное, твой же, Паша. Но, насколько я понимаю, нет, еще, пока мы здесь в студии, оторвитесь, так сказать, от фотографий. От них невозможно оторваться от красоты. От красоты невозможно. Я хотела сказать, ведь вот цвет волос, как мы только что видели на фотографиях, поменялся, опять-таки, в связи вот с твоей новой ролью. Да, он поменялся. И, насколько я помню, это происходило практически уже полуночь, в полуночь в салоне Начаковского 26, где работает Вадим. Ты уже перестала быть блондинкой. Да. Но ради съедения.